МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без кредитов невозможно что-то действительно взять. Созаёмщик берёт ответственность за человека, который берёт кредит. Сама ни у кого не была созаёмщиком. Чтобы быть созаёмщиком, нужно иметь 100% доверие с обеих сторон. А доверие не всегда оправдывается. О том, кто такой созаёмщик, знает каждый, кто сталкивался с кредитом. Но не с любым, а именно ипотечным. Ведь это самый долгоиграющий и самый дорогой займ. И понимает это не только тот, кто берёт кредит, а в первую очередь банк. Деньги в долг на долгий срок – мероприятие рискованное. А рисковать банк не намерен. Поэтому кредит, а именно ипотечный, он даёт только платежеспособным людям с почти безупречной кредитной историей, внушительным первоначальным взносом, ну или с добропорядочным созаёмщиком. Когда человек получает кредит, то бывает, что его статус, то есть его возраст, трудовая деятельность, заработок, они не позволяют полностью получить необходимую ему сумму. И в этой ситуации существуют всякие варианты выхода из ситуации. То есть решение этой ситуации – это поручитель, гарант, есть созаёмщик, есть дополнительный залог. И эти все механизмы, они призваны для того, чтобы заёмщик мог получить необходимую ему сумму. Условия по привлечению созаёмщиков в разных банках индивидуальны. Количество созаёмщиков может быть более одного. Обычно это число ограничивают тремя дополнительными участниками. Таковым может стать любой, но не каждый. Как бы парадоксально ни звучало, а это факт. Привлечь можно хоть соседа, но одобрит банк лишь того, чей и причём приличный доход подтверждается документально. Таким образом будет учитываться общая платежеспособность всех участников при расчёте максимального размера кредита. Вам необходимо знать кредитную историю созаёмщика, его доходы, обязательства в других банках, чтобы понимать, подходит ли он по требованиям банка, где вы планируете оформить кредит. Банки предпочитают, чтобы такие обязанности принимали на себя люди, близкие для заёмщика. А вот люди, состоящие в браке, являются созаёмщиками по умолчанию. При этом отказаться от такого статуса одна из половинок не может. Такое требование отнюдь не банковский каприз. Дело в том, что созаёмщик принимает на себя риски ничуть не меньше того, кто непосредственно оформляет заём. Тут ситуации у меня возникали из практики такие, что два супруга берут виплотеку квартиру, выступают как бы собственниками этой квартиры в силу того, что они стоят в браке, а потом банки их придают статусу заёмщиков. И ситуация осложняется, когда они разводятся, то есть когда идёт расторжение брака и раздел имущества, то, конечно, приходится делить не только квартиру, но и сам кредит и заем. Человек, поставивший подпись на кредитном договоре, одновременно принимает на себя такие же обязательства по кредиту. Самому банку глубоко безразлично, кто именно будет выплачивать заём. Однако как только платежи перестанут поступать, банк сначала выскажет претензии заёмщику, а затем тому, кто решился разделить с ним кредитные обязательства. Причём вне зависимости от того, является созаёмщик близким родственником или просто знакомым, закон даёт право банку взыскать с него долг. Банк без решения суда может выставить счёт, как бы, да, кредит ежемесячный созаёмщику. Если кредитор отказывается платить или избегает, такие случаи бывают, да, и тогда уже все грузы, все ответственности этого долга этот будет, созаёмщика будет. И может арестовать счета, имущество и так далее. Вот такие риски есть. Поэтому, когда говорят о созаёмщиках, говорят не об их правах, а о том, что перед банком они несут ответственность всем имеющимся имуществам. Даже если с такой просьбой обратится кто-то из родственников или близких друзей, не торопитесь сразу говорить «да». До соглашения надо сесть поговорить, все риски рассмотреть. Жизнь такая штука, что мы не знаем вперёд, да. Если работу потеряет, если человек, который может выручить, жена или там родственники близкие, да, который может ежемесячно оплачивать его долг. То, что он, если убедит вас, если скажет всё по-честному, то уже выбор за вами будет. Причём речь может идти не только о том, чтобы стать созаёмщиком. Вам может быть предоставлен статус гаранта или поручителя. Созаёмщик – это полностью солидарное лицо. Оно аналогично заёмщику, то есть несёт такие же обязательства и имеет такие же права, как и заёмщик. Поручитель – это лицо, которое несёт субсидиарную ответственность по займу. То есть он исполняет обязательства только в случае, если заёмщик не платежспособен, то есть не погашает кредит, и к нему были применены все меры по взысканию за должности. Но в банках чаще используется понятие как гарант, то есть привлекаются гаранты. Это те лица, которые несут ответственность по погашению кредита в случае, если заёмщик не погашает его, то есть наступление первого дня просрочки, то есть не дожидаясь исполнения всех мер по взысканию данного кредита. Но если вы всё-таки решили стать созаёмщиком, то чтобы как-то себя застраховать, вы можете ещё на этапе заключения договора обсудить возможность снятия с себя обязательств через определённый промежуток времени или при выплате какой-то суммы. Но такие пункты в договоре встречаются редко. Поэтому лучше сто раз подумать, прежде чем стать созаёмщиком, особенно в это непростое экономическое время, вызванное пандемией коронавируса. Он должен понимать полностью тот факт, что в дальнейшем весь займ может лечь на него полностью. Ну и вот эти моменты, то есть риски, прежде чем идти на какие-то, соглашаться на какие-то займы, эти вещи нужно все заранее продумать и предусмотреть. Вам нужно оценить сроки кредита, сумму займа и ежемесячный платёж, чтобы правильно распределить свои доходы и понимать всю ответственность по кризису. То есть если основной заёмщик не сможет погашать данный займ, то все его обязательства будете нести вы. Программа «Экономика простых вещей» станет ответом на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Благодаря ей на рынках и в магазинах страны должен вырасти объём товаров отечественного производства, а вместе с ним снизится зависимость от импортных товаров. Чтобы участвовать в программе «Экономика простых вещей», нужно соответствовать таким критериям, как доступность отечественного сырья, объём импорта товаров – более 5 миллионов долларов, соответствующие компетенции и технологии, отсутствие перепроизводства, возможность оценки качества товаров. Детально с перечнем товаров для кредитования приоритетных проектов можно ознакомиться на сайтах институтов развития предпринимательства. Здравствуйте! С вами Куникея Нурлан в рубрике «Финансовые советы». Брать кредит или не брать? Редко встречаешь знакомого, который не обременён кредитами. Кредит – это самый популярный банковский продукт в Казахстане. Когда не нужно брать кредит? Не нужно брать кредит, когда у вас нет работы и источников дохода. Не нужно брать кредит, когда кредитные выплаты превышают 50% вашей заработной платы. К примеру, если вы зарабатываете 100 тысяч тенге, а ваш кредит – 50 тысяч тенге ежемесячно, то это неприемлемо для вашего личного семейного бюджета. Если вещь или услуга, которую вы хотите приобрести в кредит, равна сумме вашей заработной платы, вы можете накопить её, откладывая 30% от вашей зарплаты в течение 4 месяцев, зачем переплачивать и влезать в долги, когда можно накопить на эту вещь или услугу. Не берите кредит на проведение мероприятия, дни рождения и юбилеев, ведь вы заранее знаете, за год можете запланировать свой день рождения или же юбилей и накапливать постепенно, чем влезать в долги. Никогда не берите кредиты на предметы роскоши, дорогую технику, норковую шубу, а также дорогие поездки, которые являются импульсивными или неизвешенными финансовыми решениями. Опрометчивость и необдуманность при получении кредита зачастую ведёт к плачевным последствиям. Нужно анализировать своё текущее финансовое положение, отнестись к этому более серьёзно. Следите за нашими финансовыми советами, и вы обязательно увидите результат в будущем. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова